Друзья, приветствую вас! Давненько мы с вами не виделись. Удивительно, но многие из вас сидят в инстаграме, постят фотки, умеют сториз также выкладывать, и мало кто почему-то пользуется прекрасным инструментом для переговоров. Учитесь, будете гостями моего интервью, а я вам сегодня рада представить своего героя, героя сегодняшнего разговора, Дениса Токарева, актёра и модель. Денис, привет! Я сейчас тебя присоединю к разговору. Вот, всё вроде как получается. Привет-привет! Привет, как меня видно? Прекрасно! Тебя видно прекрасно, слышно прекрасно. Давай начинать общение. Отлично! Ну что, это твое первое боевое крещение в инстаграме сегодня? Абсолютно точно. Ух ты! А вообще часто у тебя берут интервью? Ты первая, представляешь? Классно! Я рада! Ну что, мне тогда досталось... Я готовился. Да, я готовился. Я периодически настраиваюсь на то, что рано или поздно мне придётся обязательно давать интервью. И я неоднократно представлял себя в студиях известных интервьюеров. Но я очень рад, что именно ты первая, кто возьмёт у меня интервью. Это был очень приятный сюрприз, когда ты мне предложила. Я был воодушевлён. Я воодушевлён до сих пор, поэтому надеюсь, что наше общение пройдёт суперинтересно. Я тоже на это очень надеюсь. Благодарю тебя за то, что ты согласился. Ну, значит, тогда с почином тебя. Ну что же, начнём. Я бы хотела издалека начать. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Вот представь, пожалуйста, аудиторию, которая посмотрит это интервью, да, может быть, потом на ютюбе. Кто ты? Откуда ты? И каким образом ты оказался в актёрской профессии? С удовольствием. Меня зовут Денис Токарев. Мне 38 лет. Я родился в городе Ижевск. Это столица Удмуртской республики. В составе Российской Федерации. Многие об этом не знают и регулярно спрашивают у меня, где находится Ижевск. И мне приходится им об этом рассказывать. Последние 10 лет я живу в Питере. В актёрской профессии я оказался случайно и не случайно одновременно. Я пришёл в актёрскую профессию из моделинга. Я модель со стажа уже почти 15 лет. И я начинался съёмок рекламы. Сначала в Ижевске, затем после переезда в Санкт-Петербург, в Петербурге, в Москве, в других городах России и даже за границей. И поскольку мне было интересно не только сниматься в рекламе, но и попробовать себя в кино, в сериалах, В 2012 году я случайно попал в один сериал, который назывался «Братство десанта». Где у меня была малюсенькая роль из серии «Кушать подано». У меня была роль администратора ресторана, главного героя, где я одновременно выполнял функции бармена. И после этого я снялся ещё в порядка 15 сериалов в полном метре. Но преимущественно я снимаюсь в рекламе, как актёр в рекламе. Так а всё-таки почему тебя захватило кино? Что стало таким вот пунктом, после которого ты понял, вот хочу на экран, хочу там в большой метр, хочу в сериалы? Расскажу. Дело было в Москве. Кажется, был конец 2005 года. Я познакомился на тусовке с одним режиссёром. Мы с ним разбойтались, разговорились. Да. Да. Мы как-то начали общаться на разные темы. Я не имел к актёрской профессии никакого отношения. Я на тот момент только-только начинал какие-то шаги в модель. Как модель. Это было реально 15 лет назад. И он мне предложил просто сходить, посмотреть, так сказать, на внутреннюю кухню ГИТИСа. Это известный актёрский вуз в Москве. Насколько я помню, это был декабрь 2005 года. Я пришёл и как будто бы попал в сказочный вуз. Я объясню почему. Меня окружают люди, которых я вижу только по телевизору. Это известные лица актёров, актрис, режиссёров, сценаристов. Я словно попал в другой мир, который я видел только с другой стороны экрана. И вот в этот момент во мне что-то пересчёлкнуло. Я захотел. То есть только тогда, не раньше, не в детстве. Только тогда, когда ты оказался в этой сфере. Скажем так, мне был интересен моделинг со старших классов, но мне были интересны съёмки именно в качестве модели. В рекламе. Фотомодель, подиумная модель, видеомодель. Но я не задумывался о том, чтобы не стать актёром именно театра и кино. Желание стать актёром кино у меня возникло именно 15 лет назад, когда я впервые очутился в ГИТИСе. Привет и спасибо ГИТИСу. Так, интересно. Ну хорошо. Возникло ощущение, что это то место, где тебе приятно, комфортно. И те люди, которыми ты действительно хочешь себя окружить. Какой шаг был следующий? На самом деле это был непростой путь, поскольку я пришёл к актёрству совершенно из другой сферы. Возможно, ты знаешь, возможно, не знаешь. По первому образованию я... Да, я про это ещё обязательно спрошу. Да. Хорошо. Да, но параллельно я снимался в качестве модели, ну так скажем, в свободное от основной работы время. По вечерам, выходные, иногда даже удавалось в обеденный перерыв успеть поучаствовать в каком-то мероприятии. Меня эта сфера всегда тянула. Но именно о кино я задумался позднее. И... Ты знаешь, постоянно происходили какие-то знаки, которые мне указывали на то, что мне бы надо в кино сниматься, а потом не это вот всё. То ко мне подходит на вечеринке известный фотограф, то ко мне подходит на вечеринке известный оператор, то ко мне подходит на вечеринке известный визажист. И вам бы в кино сниматься. Вам бы в кино сниматься. Понимаешь, да, меня? То есть они видели твой потенциал и постоянно тебе намекали на то, что тебя не хватает в кадре. Видимо, да. И вот эти знакомства, случайные знакомства, которые меня сопровождают всю жизнь, они меня и привели к тому, что происходит сейчас. Я после того, как переехал в Санкт-Петербург, познакомился с одной очень интересной девушкой. Она топ-визажист, её зовут Елена. Фамилию я пока называть не буду. И она мне постоянно говорит, «Денис, ты должен попробовать. Ты должен попробовать, чего ты сидишь сложа руки, почему ты занимаешься какими-то другими делами, которые тебе имеют какое-то посредственное отношение». И она мне в какой-то момент, это был, кажется, 2014 год, она мне сказала о том, что набирают группу в Санкт-Петербурге, в Академии Театра и Кино на Маховой. И она мне сказала, «Попробуй, начни хотя бы с этого». У меня уже было высшее образование, и, соответственно, мне было затруднительно получать второе высшее, потому что в нашей стране это платные, это деньги огромные, это огромные деньги. Даже на 2005 год суммы, которые мне называли за обучение в ГИТИСе, они меня уже кусали. Что говорить о 2014? То есть это сотни тысяч в год без права работать, потому что люди в Академиях, они там пропадают сутками, это репетиции, их не отпускают режиссеры, но только единицы, единицы получают право сниматься в кино, сериалах, уходить куда-то из Академии, потому что ты должен 24 часа в сутки посвящать себя актерской профессии. И в 2014 году я пошел на тренинг к Ларисе Грачевой, это одна из лучших преподавателей Академии на Маховой, я у нее отучился, и в 2015 году я поступил в Международную Академию Театра и Кино, где мастером курса была Елена Цыплакова. Знаменитая советская и российская актриса. Это мы из джаза, это не болит голова Лутиатла, и очень много прекрасных советских и российских картин. Сейчас она в большей степени работает как режиссер. Она снимает сериалы для канала «Россия», и также снимается со мной как актриса. Я отучился у Цыплаковой, и в 2015 году я расстался с юриспруденцией окончательно. То есть больше никаких исков? Ты ничем не занимаешься разве? По-моему, ты иногда... Я занимаюсь? Я занимаюсь иногда, но я в основном занимаюсь своими делами, либо какими-то делами своих друзей, которые ко мне обращаются. Но я это делаю, скажем так, избирательно, и предпочитаю лишний раз не браться. Я бы сказал так. А, кстати говоря, почему ты выбрал получать образование выше именно юриспруденция в этом профиле? Ой, если быть абсолютно честным... Да, пожалуйста. Мы должны быть абсолютно честными, да? Ты знаешь, что юриспруденция была запасным вариантом, и я никогда не рассматривал юридическое образование как образование, которое я бы хотел получить. У меня были абсолютно другие приоритеты тогда, и интересы, и цели. Понимаешь, тогда в конце 90-х я поступил в академию юридическую в 99-м году. Тогда было повальное увлечение юристов и юриспруденцией. И, может быть, на волне какой-то моды, под влиянием родственников, не скрою, я пошел туда. Я пошел туда, чтобы получить юридическое образование. Оно, кстати, абсолютно не мешает. И оно не помешает никому. Хотела спросить, не жалеешь ведь, правда? Ты теперь защищен со всех сторон, знаешь все свои права. Ты знаешь, юридическое образование никому никогда не помешает. Хотя бы основы, хотя бы знать какие-то юридические основы в своей профессии, неважно кто ты, учитель, актер, продавец, это не имеет никакого значения. Юридическое образование очень важно. Очень. Поэтому я не жалею, что оно у меня есть. Ни в коем разе. И возвращаясь к актерству, в 2015 году я начал сниматься снова с небольшим таким перерывчиком в три года. Я в 2012 снялся в «Братстве десанта», и потом я три года фактически не снимался. Только реклама. В 2015 я вернулся в сериалы. У меня была эпизодическая роль в улицах разбитых фонарей, в морских дьяволах, каких-то бандитских, минтовских сериалах. Ну, что тогда было на волне. Да, да. А это до сих пор на волне, и это будет на волне. Это будет на волне, потому что есть такой заказ, есть такой... Есть такая индустрия. У нас такая индустрия. Это надо понимать. Надо понимать, что мы снимаем, для кого мы снимаем, и в какой стране мы снимаем. Это очень просто. Поэтому бандитские, ментовские сериалы, в основном какие-то расследования, ФСБ, погони, разборки. Такое было. Да. И в 2019 году я попал в полный метр. Мы очень все ждем премьеры. Премьеру отложили из-за пандемии. Премьера должна была быть весной, но грянул кризис, и все тормознулось. Сейчас переносится с премьера, кажется, на октябрь или ноябрь. Я очень жду, возможно, даже поеду в Москву. Я думаю, что премьера будет на большом экране в Москве. Это полный метр. У меня, опять-таки, небольшая главная роль. Я еще только-только начинаю сниматься. Скорее, это второй план. Но тебе можно рассказывать про этот фильм? Или до премьеры нельзя вообще ничего? Я думаю, что... Я на самом деле такой человек. Я стараюсь очень избирательно отдавать информацию. То есть я думаю о том, о чем я говорю. И если я о чем-то не говорю, значит, скорее всего, об этом говорить не стоит. Хорошо. Спасибо. Да. Поэтому я могу сказать, что на самом деле материалов в интернете об этом фильме уже достаточно. Но вот можно или нет говорить, я пока не знаю. Поэтому лучше давай не буду. Хорошо. Ну хотя бы... Давай так. Один вопрос. Вот когда ты переодевался, и тебя окрасили, гримировали в исторических персонажей, это связано с фильмом? Отлично. Тебе, кстати, ты написал в Инстаграме, что тебе очень понравилось чувствовать себя в роли исторических персонажей вот в великой ушедшей эпохе. А есть вообще какие-то у тебя желания относительно конкретных ролей, конкретных характеров, которые ты бы хотел сыграть? Ты знаешь, в последнее время почему-то закрепляется такой тренд, что не надо желать играть каких-то конкретных персонажей. То есть я хочу сыграть Гамлета. Это, может быть, было правильно говорить 50 лет назад. Сейчас в абсолютной какой-то универсализации всего говорить о том, что я хочу играть Гамлета, наверное, неправильно. И я бы сказал, что я скорее даже и не хочу его играть. Но вот что касается исторических персонажей, ты очень правильно сказала, мне интересен образ Николая II. Я уже дважды играл Николая II. Один раз это был исторический проект, второй раз это был, могу рассказать, это был рекламный ролик. Но опять же нужен был образ Николая II. И мне этот образ интересен. Он мне интересен, меня на этот образ рассматривают, меня утверждают, я хорошо смотрюсь в гриме на Николая II. И это интересная судьба. Это очень интересный исторический период. Это слом системы. От империи мы переходим к социализму и коммунизму. Поэтому, да, роль Николая II мне была бы интересной. Хорошо, тогда я задам вопрос иначе. А понимаешь ли ты свой диапазон? Хотя бы какого порядка роли ты бы хотел играть? Или, знаешь, ведь бывает так, что актеры видят себя, ну я не знаю, драматическими какими-то героями, а им постоянно достаются какие-то комедийные персонажи. Есть вот какая-то несправедливость в этом. Что ты по этому поводу ощущаешь? Я в большей степени драматический актер, но комедийные роли мне тоже близки. Я люблю очень похохмить, я люблю полугорать. И Инстаграм мой прекрасно об этом знает. Я очень люблю поприкалываться. У меня дикое чувство юмора, как сказала одна модель Саша Попкович. Я стараюсь этим качеством пользоваться и играть в том числе комедий. Диапазон. Я затрудняюсь на этот вопрос ответить тебе сейчас, поскольку я не очень известный актер. У нас же есть понятие эшелона. Да, есть же категории некие, верно? Я правильно понимаю? Да, 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 совершенно верно. Ты правильно рассуждаешь. Есть актеры первого эшелона. Так, кто это? Назови для тех, кто совершенно не понимает, что такое эшелон. Кто у нас в России? Мы сейчас, наверное, не берем Голливуд. Кто в России первый эшелон? Вот недавно киношники опубликовали списки самых лучших актеров и актрис России. Возьмем пока Россию, окей? Да. Значит, кто у нас в первом эшелоне среди актеров? Козловский и Петров. Это никакая не тайна, об этом знают все, не исключая младших классов. Это первый эшелон актеров, ну, условно, моего возраста. Мне бы не хотелось просто как-то перетягивать одеяло на себя. Ну, моего типажа. Моего типажа, да? Не моих способностей. Они у меня гораздо скромнее. Я это прекрасно понимаю и отношусь к себе адекватно. Что касается актрис. Я читал эту статью буквально сегодня. Первое место Светлана Ходченко. До сих пор, кстати. Второе место. Она уже 10-15 лет возглавляет эти списки как самая востребованная российская актриса. На втором месте Бортич. Так. Что меня немножко удивило. Да, она, конечно, на слуху, но второе место. И третье место Лядов. Лядовая. Ирина Лядова. Да. Так. Да. Я подзабыл, кто на четвертом, на пятом. Ну, не суть. Ну, мы понимаем, что эти рейтинги, они вполне адекватны. Они вполне адекватны. Кого я бы отнес к первому эшелону? Ну, это, безусловно, Хопянский. Константин. Я бы, пожалуй, не стал тратить на это много времени, потому что эти имена известны. Хорошо, давай не будем. Но тогда вопрос. Хотелось бы тебе оказаться рядом с ними, вот в этом вот списке. Несмотря на то, что ты сказал, что ты реально оцениваешь свои силы и возможности, все-таки. Да. То есть, придя в эту индустрию, ты поставил себе определенную, скажем так, планку, верно? Ну, я отношусь очень трезво к этой индустрии. Очень трезво. Я трезво отношусь к своим возможностям и способностям. Здесь очень много факторов должно сыграть свою роль. Не только какие-то мои планки, мои амбиции. Очень много факторов. Субъективных, объективных. Мне бы хотелось. Ты знаешь, когда я снимался в групповке, я сразу поясню, что такое групповка. Групповка – это массовка первого плана. Да, групповка – это не групповуха. Ты уже пошутил на эту тему. Да, да, да. Групповка – это массовка первого плана. Это те, кого ставят, скажем так, на передний план, кого ставят рядом с главными актерами, лица которых видны в кадре. Лица которых могут попасть в кадр крупный план. Камера может их поймать. Да, есть такие понятия. Камера поймала лица. Я снимался с Машковым в 2015 году. Вот тоже. Я просто какие-то фамилии буду называть не вот через запятую, а просто в процессе беседы. Окей? Я снимался с Машковым в 2015 году. Я глаз не мог отвести от того, кто помнит. Это был фильм «Дуэлянт». Он уже вышел на экраны. Фильм прекрасный. Мне очень понравился. Несмотря на то, что он все-таки подпровалился в прокате. Я ходил в кино и с удовольствием этот фильм посмотрел. Считаю, что фильм недооценен. И, конечно, Машков – это планка запредельная. Запредельная. У меня было много с ним смен. Я еще раз повторюсь, что я снимался в групповке. Это даже не эпизоды. Я просто стоял рядом с ним несколько дней подряд. Ну, рядом, либо не совсем рядом. Где-то подальше, скажем. И, конечно, наблюдать за его игрой – это невероятная возможность. Вот тогда вопрос к тебе. Вот это слово «игра», оно действительно подходит к деятельности актерской? Многие говорят, не надо играть, надо жить. Вот как ты к этому относишься? Вся наша жизнь – игра. И мне очень нравится выражение, которое приписывает Шекспиру о том, что весь мир театра – люди нам актеры. Ты знаешь, грань между игрой и жизнью, она очень тонкая на самом деле. Поэтому я не могу выбрать игра или жизнь. Я даже в обычной жизни играю иногда, когда мне надо. Поняла. Почему нет? Хорошо. Тогда с другой стороны зайдем. Это индустрия. Мы назвали уже индустрией кино. Для тебя все-таки это в большей степени бизнес и возможность заработать, либо это твое проявление творческой натуры? Это в первую очередь проявление творческой натуры. Это желание проявить себя. Это желание оставить творчество после себя. Для меня это очень важно. Я поэтому ушел в творчество, потому что я понял, что, наверное, я оставлю после себя больше в творчестве, чем в юриспруденции. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Да, конечно. Но мы все задумываемся иногда о том, в какой сфере мы оставим что-то после себя. Вот у меня сейчас песня в голове крутится, это ДТТ. Это все, что останется после меня. Прекрасная песня. Так вот, что останется после меня? Юриспруденция, реклама, кино, театр. И, ты знаешь, деньги тоже важны. Я такой человек, который к деньгам относится достаточно трезво, и я от них не отказываюсь. Ни в коем случае. Это тоже важный момент. Тут важно понимать, сколько тебе нужно, чтобы тебе было достаточно. не гнуть палку, не гнуть гонорары, но просить адекватную цену, которая должна платиться сейчас в 2020 год. За то, что ты... Так. Ты же должна понимать, актер и модель, он становится публичным функционом. Он становится узнаваемым. он становится предметом внимания. И за это нужно получать какую-то компенсацию. Потому что, если ты становишься медийным или сверхмедийным, и ты не можешь выйти спокойно на улицу, тебе нужно надевать кепку, темные очки, то есть какие-то приспособления, чтобы тебя не узнали. Я вот недавно видел Козловского в переходе. Я его еле узнал, потому что все закрыто, понимаешь. Но не недавно, несколько недель или месяцев назад. То есть черная кепка. То есть ты должна понимать, что у людей, которые идут в эту индустрию, у них появляется медийность, они становятся узнаваемы, востребованы. И о личной жизни. Ну, конечно. Поэтому компенсация должна быть существенной. Я с тобой соглашусь. Компенсация должна быть адекватной, потому что твоя личная жизнь становится достойанием общественности. Хорошо. Мы к личной жизни еще вернемся. Денис, скажи, пожалуйста, вот чтобы быть востребованным, нужно ведь действительно не только, соответственно, играть, да, роли, но нужно себе находить эти проекты. Ты сейчас самостоятельно занимаешься поиском? Или у тебя уже появился какой-то агент или помощник? Да, я занимаюсь поиском самостоятельно, потому что с агентами все очень непросто. Что такое? В России эта индустрия как-то неразвита? Агенты предпочитают брать либо тех, в кого они очень сильно верят, либо тех, кого они очень сильно любят или кто им очень сильно нравится, либо тех, кто уже медийный. И кто уже сто процентов принесет денег. Потому что агент – это работа, он продвигает актера и неизвестного актера, не медийного актера. Актер брать не будет, потому что это риски, это время, это колоссальные затраты, психоэмоциональные, это все не просто так. Поэтому мне просто очень многие отказали, хотя я ищу агента на протяжении уже пяти-шесть дней. Поэтому я, честно скажу, я работаю почти со всеми, и меня многие знают, поэтому для меня важен момент свободы, для меня важен момент свободы выбора. Опять-таки, агенты – это же тоже привязка. Ну да, ты обязан, будешь как бы подчиняться, грубо говоря, его рекомендации, ему уже самостоятельно не тратить время и не выбирать, и не ставить свои условия. Согласна с тобой. Конечно. Конечно, потому что это контракт, и ты ограничен контрактными обязательствами. Да, а ты про это знаешь все. Хорошо. Я знаю не все, но знаю, наверное, процентов 95 уже к этому. Да. Денис, а когда ты переезжал из Ижевска в Петербург, ты не метил в какой-то все-таки другой город? Ведь мы понимаем прекрасно, что Москва – это источник заработка во всех индустриях, и там крутятся и люди, и проекты, и акулы этого бизнеса. Почему тогда ты остановился на Петербурге? Я много раз пытался переехать в Москву. Я очень хотел переехать в Москву, когда еще был школьником, но это не случилось. В нулевые я очень часто был в Москве. В основном я ездил туда просто погулять, потусоваться, посмотреть, как живет город, как живут люди. Но почему-то у меня не получалось переехать в Москву. Я в прошлом году переехал в Москву, я там протянул два месяца и вернулся. Тяжелый город для жизни? Он непростой. Он непростой. Видишь, я честно тебе скажу, у меня с Питером любовь, а с Москвой у меня деловые отношения. Ну, так и говорят, что в Петербург можно, да, только по любви. Да. Потому что в Питер я влюбился сразу, как только вышел с вокзала на Невский проспект, Московский вокзал. Сразу. Любовь с первого взгляда. с Москвой мы притираемся уже. Я впервые в Москве очутился в 2004 году, на самом деле. То есть 16 лет у нас притерка, и мы никак не можем притереться на 100%. Но я просто сразу оговорюсь, что я в основном работаю в Москве. Да, вот я и хотела сказать, я только и вижу, как ты путешествуешь туда-обратно. Да, я езжу регулярно в Москву и зарабатываю в основном в Москве. А живу я в Питере, потому что мне живется хорошо здесь, а зарабатывается мне хорошо там. Но, с другой стороны, ты очень любишь путешествовать, поэтому, может быть, в этом тоже есть какой-то кайф, да, и своя прелесть. Да, да. Отлично. Я бы хотела вернуться на секундочку к модельному бизнесу. А тебе нравится быть в объективах камер? Тебе нравится, чтобы на тебя смотрели, обращали внимание? Или что-то другое тебя привело в моделинг? Если копать глубоко, в моделинг меня привела фотография из журнала. Это был журнал ОМ, знаменитейший журнал в 90-е годы. Тогда два журнала были ОМ и Птюч, которые писали о музыке, о каких-то вот таких вот околомузыкальных всяких историях. И ОМ был гениальнейшим журналом. И я просто увидел в журнале ОМ фотку. Фотку чувака в какой-то рекламной кампании. Я уже не вспомню. Я подумал, блин, я же тоже так не знаю. Почему нет? Вот мне было лет шеста. До этого тебе говорили, что ты фотогеничен или ты здорово смотришься, ты так умело встаешь в какие-то позы, так выгодно себя подаешь? Нет. Нет. Но примерно в это же время, примерно в это же время, когда я увидел фотку, мне предложила стать моделью соседка по партии. Лена. Она была моделью. Они шили какие-то изделия, и они их демонстрировали в кинотеатре и Доме культуры «Ударник». Какое хорошее название советское. «Ударник». Советское название, да. И она мне предложила, я дико застремлялся. Я подумал, господи, парень-модель, фу, это стрёмно, это ужасно. Это вообще как бы, ну, нет. А я еще такой был зубрежкой, я же отличник из школы. И как бы я, и модель, это вообще как это, что это, как это, куда это. Но, понимаешь, мысль, она... Что перестала давать тебе покоя. Она как-то в голове твоей во что-то переродилась, да? Да. Да, да. Мысль, она голову мою залетела, и она с тех пор уже не вылетала. Мне стало интересно. Она меня пригласила на показ, Лена, я сходил на показ, у них было 20 девочек и один мальчик. Они сказали мне, девчонки, у нас парней нет, у нас один мальчик, которого мы вечно днем с огнем пытаемся выцепить. А мы хотим, как бы, чтобы парни тоже у нас демонстрировали, мы же для парней тоже шьем. И я тогда застремался, но мысль, она попала в мою голову навсегда. И как-то меня тоже преследовало. Я постоянно знакомился с моделями, я постоянно знакомился с дизайнерами, я постоянно с ними тусовался. И потихоньку они стали мне предлагать какие-то проекты, подходили на дискотеках, фотографы, дизайнеры хотели познакомиться. И даже если я пытался от этого уйти, меня это все равно догоняло. То есть к твоей персоне всегда было внимание, и, скажем так, вселенная сама говорила тебе, Денис, обрати внимание, тебе предлагают вот такое развитие карьерное и так далее. Ты знаешь, внимание ко мне, оно на самом деле только где-то лет в 16-17 стало проявляться со стороны окружающих. Я до этого не был каким-то особо популярным или интересным. Я был отличником и ко мне относились как просто к парню, которого можно было записать. Все. То есть я как какой-то предмет для амурных каких-то чувств я не воспринимался. и только то есть мне не дарили валентинки. Я оставался без открыток, без валентинок. Меня только в 11-м классе завалили. Понимаешь? То есть по 10-й класс я не был популярным абсолютно вообще. А в 11-м что-то произошло. И я получил 10-15 валентинок с признаниями любви. То есть мне многие написали в школьном альбоме о том, что ты знаешь на самом деле вот а я тебя любила в 9-м классе в 4-й четверти. но не могла тебе об этом сказать. И это очень забавно. Потому что я такой ну как? Ну как же так? То есть блин, мы уходим из школы, мы друг друга может никогда больше не увидим и ты мне только сейчас на выпускном об этом признаешься. Были такие чувства смешанные. А сейчас ты за внимание каким-то образом борешься? Тебе хочется быть популярным, знаменитым, заметным? Ты знаешь, вот это очень интересная штука, потому что когда я начал активно сниматься, у меня появилось двойственное отношение к этому. То есть мне хочется сниматься и быть востребованным, но при этом мне хочется спокойной жизни. Потому что я иногда ловлю на себе взгляды метро, на улице, и я понимаю, что люди могут меня узнавать. Потому что я может быть где-то мелькнул в телевизоре или в интернете. И да, я хочу быть востребованным, я хочу сниматься, я хочу зарабатывать, но я хочу спокойной жизни, как нормальный, обыкновенный человек. Я не хочу какой-то гиперславы, я не хочу, чтобы меня носили на руках. Нет, я этого не хочу. Я просто хочу качественно выполнять свою работу. хорошо. А то, что ты так активно ведешь Инстаграм и, в общем-то, позволяешь людям, абсолютно чужим, у тебя открытый профайл, заходить на твою страничку и погружаться в твою жизнь, потому что ты абсолютно не стесняешься камеры, ты много о чем рассказываешь, ты много какие места и себя в этих интерьерах показываешь, рассуждаешь. Вот это такое, скажем, реалити-шоу, конечно, не круглосуточное, но все равно допуск к себе. Это тоже некая игра и это роль? И ты понимаешь, да, где заканчивается Инстаграм, начинается твое личное пространство? Это очень хороший вопрос. Вообще, забегая вперед, я скажу, что все вопросы, которые ты задаешь, они хорошие. Спасибо. И мне очень нравится с тобой общаться. Спасибо. Я по поводу своих соцсетей я поясню. Во-первых, я довольно-таки вольный человек в принципе. Я многое могу себе позволить. Это во-первых. Во-вторых, я борюсь с собственными страхами и комплексами, в том числе благодаря тому, что я выкладываю. То есть, например, в школе я был очень закомплексован. Так. и то, почему я пошел в актерство, это один из способов борьбы с комплексами и страхами, которые у тебя живут внутри. Есть такой классный инструмент ирония. Это в-третьих. Я стараюсь писать с иронией о том, что меня окружает. и 99% фолловеров моя ирония очень хорошо заходит. У меня только один процент задает мне какие-то вопросы периодически в директе, что это такое. Ну, кто меня не знает, кто меня не знает лично, кто не совсем улавливает какие-то интонации. Я понимаю, что в соцсетях очень сложно тем более текста раскрыть какую-то улыбку или насмешку над тем, что нас окружает. Это сложно текстом. Это сложно даже видео сделать иногда. Кто-то воспринимает, кто-то не воспринимает. Поэтому я стараюсь писать иронично. Плюс я очень самоироничный человек. То есть я стараюсь даже над собой играть. Хорошо. То есть я правильно услышала, что все-таки воспринимать информацию, которую ты выдаешь на публику, нужно через фильтр, через, скажем так, призму, во-первых, иронии, во-вторых, твоей самоиронии по отношению к себе, и в-третьих, через твое чувство юмора. Потому что иногда это какая-то шутка, которую, может быть, нужно понять, дойти до нее. Хорошо. Да. Тогда скажи мне, вот ты несколько раз, я заметила в своих постах, абсолютно откровенно говорил о том, что ты считаешь себя красивым. Это не была ирония, я надеюсь. Ты знаешь, я к своей красоте привыкал долго. Я не буду скрывать, что да, я считаю себя красивым. Но меня это очень долго напрягало, потому что мне об этом говорили с тех пор, как я пешком под стол пошел. И я не хочу, чтобы меня воспринимали только как красивый. Вот в чем дело. Это же беда многих и проблема многих. То есть люди видят красоту и не видят больше ничего в чем. О, красивый, красавчик, симпатичный. И тебя заваливают этими прилагательными. Я тут писал на днях. Мы еще не были друг другу подписаны, но я уже писал об этом. Я периодически к этой теме возвращаюсь, потому что ну ну красивый, но понимаешь, красота это же не моя заслуга. Я ничего для этого не делаю. Ну подожди, подожди. Одно дело красота, другое дело ухоженность. Для актера в принципе нужно быть в хорошей форме. Это подразумевает многое. Не только физику упражнения, но еще и наверняка уход косметический за лицом, постоянные стрижки и так далее. Но в комплексе получается, что действительно нужно быть скажем так лучшей версией себя в физическом исполнении, я имею ввиду. То есть в принципе быть красивым, ухоженным и так далее. Потому что лицо это скажем так твой инструмент. Да? Рабочий инструмент. Так. Так как же это все сочетается? Тем более, мне кажется, тебе очень нравится это все. Давай я начну с чего? Во-первых, актеру совершенно не обязательно быть красивым. Ну, конечно, есть примеры, разные типажи, там, не знаю, Аркадий Райкин, да, или там его сын, ну, понятно, нельзя назвать их красивыми, но в них есть некая магия притяжения, какая-то харизма, да, наверное, внутренняя красота, которая все равно проявляется так или иначе. Но в целом, разве не нужно быть ухоженным и поддерживать себя в некой форме? Ухоженным, безусловно, нужно быть и не только актером. Это мое личное убеждение. В хорошей форме себя поддерживать нужно и не только актером. Тут еще очень важный момент, я почему-то об этом сейчас задумался, я об этом сейчас выскажусь, и мы продолжим. Актеру очень нужно, очень важно быть разным. Актер должен быть готов к тому, что в кадре ему нужно быть или придется быть неухоженным. Ему придется быть в нехорошей, в плохой физической форме. Я в этих случаях вспоминаю чудесных актеров, потрясающих, которые для меня просто примеры во многом. Кристиан Бейл. Как он меняет физическую форму, это же фантастика. Как меняет физическую форму Джаред Лето, это фантастика. От толстяка в 100 килограммов до тончайшего похожего феминного актера. Это очень важно быть таким гибким, быть разнообразным, быть вариативным. Но для модели, конечно, важно быть ухоженными в физической, в хорошей физической форме, для актера тоже. да. Окей. То есть проще, проще, наверное, сделать неухоженность из ухоженности, чем наоборот. То есть можно грязь намазать, я не знаю, искупаться в луже и сыграть то, что нужно, да, а вот наоборот это труд. Хорошо, тогда давай действительно поговорим побольше про качества, которые должны быть, ну тогда отделим, да, для модели действительно важно быть ухоженным, да, красивым, в форме, понятно, возьмем только сейчас актерскую профессию. Ты сказал, ключевой момент умение быть гибким, да, подстраиваться, ну действительно, вживаться в роли. Кстати говоря, ты, когда готовишься к съемкам, какой процесс у тебя происходит, там, внутри или, может быть, внешне? Это зависит от серьезности роли. Поскольку я в основном снимаюсь в рекламе, нам, честно скажу, нам очень мало дают времени на подготовку. Мы часто получаем сценарий день в день. О какой подготовке может идти речь? Тебе дают сценарий на площадке. Как хочешь, так и выкручивайся, да, типа, если ты мастер, то ты сыграешь буквально там за минутку, прочитав, ознакомившись с сценарием. С моей точки зрения задачи, которые ты, это задачи, да, это задачи, актерские, модельные задачи. Задачи в рекламе, на мой взгляд, они элементарны. Они элементарны. В рекламе очень мало сложных актерских задач. Я снимаюсь в рекламе 15 лет. Когда мы говорим о кино, здесь ситуация другая. Там необходимо играть характер. в рекламе тоже бывают нужны характеры, но все-таки в меньшей степени. Там обычно такие, знаешь, типажи, архетипы. Папа, бизнесмен. Там, как правило, все просто. А в кино там посложнее, там поглубже. И как, например, готовлюсь я? Да. Если это серьезная роль. Я, например, пробовался на D-504. Это роман «Замятина мы». Я читал, я снова прочитал роман «Замятина». Я впервые его прочитал в школе, когда был школьником, 15-16 лет. И вот три года назад, когда я пробовался на D-504, я снова прочитал роман. То есть я считаю, что в первую очередь нужно прочитать произведение, нужно прочитать первоисточник. Потом прочитать сценарий. Это разные вещи, они могут отличаться. очень важно посмотреть одну-две экранизации. Если вообще такие экранизации были, они есть. Можно посмотреть спектакли, потому что какие-то произведения, они ставятся в театре. Например, мы, я смотрел немецкую экранизацию, но она довольно-таки слабая, но тем не менее знать ее нужно. Знать ее нужно. Вот скоро выйдет фильм «Мы». Главную роль исполнил Егор Корешков. Я буду смотреть обязательно, потому что это великое произведение. Это первая мировая антиутопия, которая написана за несколько десятков лет до 1984 Оруэлла и до Скоттного двора и так далее. Я пойду на этот фильм. Я буду смотреть его на большом экране, не дома, потому что для меня это важно. Это существенно, это глубоко. То есть твой подход это изучить материал во всех возможных его проявлениях. Если это книга, то прочитать, если это экранизация, то посмотреть. Хорошо. А ты готов, как Кристиан Бэйл, менять вес таким драматическим образом, красить волосы пергидролью, как, например, Джаред Летта и так далее. То есть ты к таким поворотам готов ради какой-то роли? Если будет интересное предложение. Надо понимать, надо понимать, на что ты ведешь. Окей. Ну, с другой стороны, ведь ты как раз до этого обозначила, что в России есть некая волна, то, что в топе, и люди туда идут сниматься, потому что это правда популярно, это прибыльно, есть возможность не только подзаработать, но еще и сколотить себе некое имя, узнаваемость, во всяком случае, такую заметность. И потом, почему-то спустя время, я от этих людей слышу такие комментарии, как, ну, я это делал только вот ради вот таких определенных целей, а вообще я другой, вообще там я хороший, драматический актер, например. Вот в этом ты не видишь никакого противоречия? Нет, мне очень понравилось интервью, которое дала Медынич Ирине Шихман. актер это профессия. Это такая же профессия, как каменщик, шахтер, учитель. И это нормально, если люди идут в эту профессию зарабатывать и для каких-то своих целей. Это нормально. Это нормально. Я тут никаких пафосов видеть и слышать не хочу. конечно у каждого свои цели. Но я уже говорил несколько минут назад, что деньги тоже важны и важно проявлять свою творческую натуру в жизни на экране. То есть правильно ли я понимаю, что тебе не стыдно ни за одну свою роль и фотографию, потому что ты отработал их на 100% все эти свои воплощения? Ты знаешь, это хороший вопрос, я не могу так сказать. Нет, есть, скажем так, проекты, они были, когда, наверное, не стоило бы в это вмешиваться. Но тут видишь еще какой нюанс? Ты очень часто не знаешь заранее, что получится на выходе. Съемка это очень непредсказуемая штука. Это то, что рождается здесь и сейчас. У вас до на руках раскатровка сценарий какой-то там, тайминг вызывной и все. А что получится в итоге, ты не знаешь. Поэтому, да, были проекты, которые, ну, лучше бы не стоило. Это нормально. Я думаю, у многих в жизни такое бывало. И это, думаю, характерно для любых профессий. хорошо. Хорошо. Поняла. Позволь я тебе еще один задам такой вопрос. Он очень популярен, хотя, ну, такой странный, но я получила запрос, поэтому я этот вопрос озвучу. Ты ради кино, ради роли будешь раздеваться, играть какие-то там постельные сцены, то, что граничит с чем-то уже, скажем так, не совсем приемлемым в обществе, да, например, вспомним резонанс, который вызвала Кристина Асмус своей ролью в кинофильме «Текст», да, как ей потом. Я тебе более того скажу, а ты знаешь, какой резонанс она вызвала своей последней ролью? Нет, я не в курсе. Асмус играет веб-модель. Я это увидел сегодня или вчера, то есть там был комментарий такой, вот девочку понесло. Я не знаю, правда это или нет, я вот просто говорю о том, что я видел сегодня или вчера. То есть там реально приоткрытые титьки, тончайшее, тончайшее белье и у меня тоже возник вопрос, ну как бы, может быть, пора остроиться, потому что я смотрел текст, текст шикарный, это 10 из 10, но мне показалось, что в этом фильме у Кристины мелькнуло кое-что. И крупный план. То есть это не позволительно, да, с твоей точки зрения это через чур. Нет, я не могу сказать, что это, ну, это сложный на самом деле вопрос, понимаешь? Надо понимать задачи, надо понимать, у кого ты снимаешься. Если ты снимаешься у Гаспара Ноэ, который снял прекрасный фильм, да, с Моникой Белучи, там же просто это полупорнографический фильм, и надо понимать, кто художник, кто режиссер, и на что ты идешь. понимаешь? Поэтому, ну окей, давай конкретно. Вот то, что мелькнуло у Кристины Асмус в тексте, я бы не хотел показать. Спасибо. Но, а я не ответил А, это еще не все. Так, так, интрига. Ты понимаешь, у человека же очень много частей тела, и, но опять-таки, надо исходить из задач, надо понимать, для чего, и насколько это будет красиво. Это надо, это надо очень тщательно к этому подходить, потому что, какие-то вещи я готов обнажить, какие-то вещи. Ну, да хорошо. Надо понимать, насколько, я тебе отвечу, надо понимать, насколько, насколько это художественно оправдано. Вот. Можно ли без этого обойтись, чтобы раскрыть то, что надо раскрыть? Ну, возможно, режиссер тебе скажет, друг мой, нет, это тоже популярно, мы переходим все грани, это вызовет нужный интерес. Я стараюсь с этим бороться, я стараюсь с этим бороться, потому что я, конечно, ничего такого не снимал, но у меня были тексты, которые я бы никогда в жизни не произнес, и я подходил, говорил, я это говорю. Вот что хотите со мной делать? Я звонил продюсеру, и был у меня случай, когда продюсер мне сказал, срочно это вырезаем. Ни в коем случае. Там речь об инцесте. Мне это зачем? То есть ты в ответе за то, что ты несешь, соответственно, на публику? Конечно. Конечно. Я поэтому стараюсь избирательно подходить. Да, были проколы и провалы, они были, но это жизнь. Но я стараюсь избирательно подходить к тому, что мне предлагают. То есть то наследие, которое ты оставляешь, мы можем быть уверены, что ты действительно его отфильтровал и подошел к исполнению, к тексту, к показу неких частей тела очень, скажем так, осознанно. Скрупулезно. Да. Я готов обнажить некоторые части тела, но надо понимать, что это художественная работа. Но опять-таки, я объясню. Я очень редко обнажаюсь по одной простой причине. 13 лет назад я попал в ДТП. Очень серьезное. У меня была реанимация, у меня была серьезная операция, у меня остались кое-какие шрамы, поэтому я стараюсь их не демонстрировать. Вот и все. До ДТП я снимался обнаженный, я снимался в белье, я выходил на подиум в белье. После ДТП я это не делал. Ну, тут объяснение очень просто. Денис, у нас, к сожалению, с тобой не так-то много времени остается до окончания часа. К сожалению, Инстаграм нам не позволит продолжить беседу за рамками, поэтому если плавно подводить некие итоги и если ты, конечно, позволишь, может быть, ты поделишься какими-то планами или пожелаешь себе чего-то в конце этого эфира. у нас настолько непредсказуемая жизнь, что расскажи Богу о своих планах. Да. Ты знаешь, был один проект, я о нем хочу рассказать. Я бы хотел очень сыграть эту роль. Я, пожалуй, вот так закончу. Очень интересное было предложение. Оно было не конкретно мне, оно было общее, это был общий кастинг, поэтому я просто отправил заявку и это ничего не закончилось. Очень интересная роль. Смотритель в Третьяковке совершает серию убийств, инсценируя сюжеты известнейших молодежи. То есть тихий, спокойный, прибитый парень, интеллигент, возможно, в очках, о котором все думают, что он там хорошо разбирается во врубеле максимум, да, а он по ночам, а может и не по ночам, он совершает серию убийств. Я против убийств, но мне сама роль интересна. Раскрыть роль серийного убийцы, характер серийного убийцы, мотивацию серийного убийцы. Это очень здорово сделал актер, я сейчас не вспомнил его имя, убийство Версачи сериала. Актер, по-моему, филиппинского происхождения, сейчас он дико востребован, чудесный совершенно парень, прекрасный, и со внешностью все хорошо, и с актерскими данными, вот он играл убийцу Версачи, а перед тем, как убить Версачи, он убил еще несколько человек за полгода, то есть вот крыша поехала у чувака за полгода, он и до этого был крэйзи, но как было, пожалуй. Вот из всех предложений, которые мне поступали за последние годы, интересных было два. Это вот эта роль, и роль D-504 в сериале, не в сериале, а в полнометре. Вот это и ответ на вопрос, кого бы я хотел сыграть, и ответ на вопрос, каким у него. Ну что ж, мне остается только пожелать, чтобы они обязательно исполнились, потому что я бы очень хотела тебя видеть в качественных отечественных кино и сериалах, чтобы тебе было побольше, почаще мелькало твое прекрасное лицо. в общем, всяческих тебе творческих успехов, реализации, и действительно, пусть так звезды сложатся, чтобы все, что ты себе задумал, оно действительно обязательно сбылось, и как можно скорее. Спасибо тебе большое. за чудесную беседу, это было очень качественно, очень профессионально, я безумно рад тебя видеть, для меня огромный сюрприз, что ты не здесь, а там, потому что я продолжаю тебе слать предложение по поводу того, что ты сама прекрасно знаешь, и тут вдруг я узнаю, что ты оказывается... Ну что ж, надеюсь, что мы там с тобой когда-нибудь встретимся. вот мне подсказывает Катя Пташ, Даррен Крис, актера, который сыграл в убийстве Версачи. Ну что ж, да, спасибо, супер, все. Я сейчас сохраняю интервью, выкладываю всем, кто... Обязательно сохраняй, потому что у меня с техникой плохо, я могу все... Договорились.